Готовиться к безаварийному пропуску весеннего половодия специальные службы Тверской области начинают уже сейчас, чтобы максимально безопасно пройти этот период. Подробности узнавал наш корреспондент. Тверскую область накрыл циклон Ольга. По прогнозам синоптиков, за сутки он принесет сразу четверть месячной нормы осадков. Сугробы выросут сразу аж на полметра, поэтому тверичанам придется запастись лопатами. В свою очередь МЧС выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий. Это, можно сказать, финальный аккорд зимы, который преподнесет обильный снегопад, прогнозируют синоптики. Но циклон не единственное опасение, которое есть у МЧС. В этом году весна может принести с собой немало проблем. Поскольку зима в Тверской области выдалась снежной, период таяния снега может вызвать существенный подъем воды. Отметим, что на территории региона расположено свыше 800 рек, 1769 озер, 13 крупных водохранилищ. Ситуация очень сложная. Может быть, близко к 2013 году. Высота снега больше нормы. В некоторых районах вообще почти в два раза. Запас воды в снеге тоже очень большой. 97 процентов. Прогноз на февраль немножко поспокойнее. Температура воздуха отрицательная. Может быть, мы потихоньку начнем терять снег. Снежный покров днем будет испаряться, а ночные часы на морозе будут заполняться. Усугубляет ситуацию тот факт, что земля в этом году не успела достаточно промерзнуть. Земля пропитана водой. Соответственно, воде будет уходить особо некуда. Она будет разливаться и вставать в подпор рекам. Есть необходимость провести мероприятия по обследованию рек, особенно там, где есть густонаселенные районы. Выявить места завала деревьями, либо какие-то зарастания русел. Провести какие-то превентивные мероприятия в рамках ЧАЭС, чтобы обеспечить свободный ток. Мы в случае обеспечим свободные емкости водохранилища, чтобы реки могли, не вставая в подпор, уходить в водохранилище и потихонечку срабатываться вниз по Волге. В 2024 году, по данным МЧС, существует риск потопления населенных пунктов в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Киморском, Максатихинском, Осташковском, Пенновском и Торопецком округах, а также дачных участков в Калининском округе. Главам этих муниципалитетов губернатор поручил взять на личный контроль заблаговременную подготовку к пропуску половозья, проработать вопросы своевременного информирования граждан. Мониторинг паводковой обстановки на территории региона проводится с помощью 22 гидрологических постов, 16 из которых оснащены современным автоматизированным оборудованием. Министерству транспорта региона и главам муниципалитетов поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода. При необходимости оперативно провести работы по их расчистке и ремонту. В Торской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тысячи водопропускных сооружений. Поставлены задачи перед главным муниципальным образованием, дорожным фондом, подрядчиком, которые содержат дороги. Это подготовка к весеннему половозью всех пропускных труб, коммуникации, чтобы при повышении уровня воды у нас дороги не смыло ни в коем случае. В соответствии с поручением президента обозначены зоны подтопления, которые у нас, к сожалению, на территории Тверского региона имеются. Сейчас еженедельно, а дальше в ежедневном режиме будут проводиться селекторы и будет ежедневный мониторинг уровня воды. Поэтому наша задача это, чтобы не было подтоплений, чтобы не создать угрозы для жизни людей, для экономики региона. Ну и, конечно, для того, чтобы уровень воды был для остаточным для воспроизводства водных биологических ресурсов. В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона будут задействованы силы и средства МЧС России, Потверской области и других ведомств. Всего свыше 5,5 тысяч специалистов, около 2 тысяч единиц техники. Уже начались проверки состояния гидротехнических сооружений. Все мероприятия по пропуску паводковых вод проводятся в регионе с учетом значимости биологических ресурсов и рыбных запасов в водоемах. Субтитры создавал DimaTorzok